Слово «страна» пришло в русский язык из старославянского языка и имеет то же смысловое буквенное значение, как и слово «сторона». «Страна» – «сторона» очень близко. То есть, получается, если ты живешь в чьей-то стране, ты принимаешь чью-то сторону. Также есть версия, что раньше было такое слово, как «сторна» или «сторна», что означало «простор». То есть, страна – это то место, на чьем просторе ты живешь. Информацию, которую я только что озвучил, можно найти практически во всех доступных источниках. Но вы-то здесь совершенно не за этим, старички канала, знают, что мы сегодня разберем слово «страна» по славянской буквице. Разберем каждый буквенный образ по отдельности, потом соединим вместе и посмотрим, что там получается в более глубинных смыслах. Также, дорогие друзья, по славянской буквице на нашем канале мы разбираем не только слова, но и имена и фамилии. Если вы хотите, чтобы я разобрал именно ваше имя и вашу фамилию, смотрите ролик до конца, там будут все инструкции. А так, заваривайте иван-чай, он же трава кипрей, а мы начинаем. Полетели в страну! Итак, разбор слова «страна» по славянской буквице. Слово «страна» — шесть букв, шесть сильных фундаментальных образа. Начнем с самого начала. Первая буква — буква «С» — буквица «слова», что означает «слово», материализация мыслей в звуковой поток «сказ». Вторая буква — буква «Т» — буквица «твердо», что означает «твердое», «незыблемое», «неоспоримое», «утверждать», «крепко стоять на своем». Третья буква — буква «Р» — буквица «рецы», что означает «речь», «направленное действие», «нести что-то в этот мир», «речить», «рецыть». Четвертая буква — буква «А», буквица «аз», что означает «человек осознанный» или «азы», «базовые изначальные знания». Пятая буква — буква «Н», буквица «наше», что означает «наше», «родное», «свое». И завершает слово «страна» снова буква «А» и буквица «аз», что означает «человек осознанный», «начало всего», «базовые знания». Это были буквенно-смысловые образы в слове «страна» по отдельности. А теперь давайте соединим все в единое смысловое предложение и посмотрим, что же получается. Звучать слово «страна» по славянской буквице будет так. «Слово твердорецы», «аз», «наше», «аз». Звучит, как всегда, мелодично и, я бы даже сказал, мощно, но у славянской буквицы по-другому не бывает. Но что это все означает? Если вы соедините все образы вместе, попытаетесь растолковать, разобрать их, то будьте внимательны, дорогие друзья. Ваше толкование может сильно отличаться от моего. Это все-таки творческий процесс толкования в целом, так что это тоже надо учитывать. А я сейчас зачитаю вам то, что получилось у Юры с канала «Осознанка». Итак, слово «страна», слово «твердорецы», «аз», «наше», «аз». Слово «твердое» в потоке азов для родных. Азов. Вчитайтесь, дорогие друзья, в это толкование, в это определение, и уже там можно определенные смыслы, замыслы вытащить полезные. А для тех, кто не привык еще, ну, современные люди редко интересуются славянской буквицы и древними образами, я растолкую для более адаптивных вариантов. Итак, «Страна по славянской буквице» — это место, где родные люди несут слово «твердое» для своих азов, потомков. Тут, мне кажется, уже более очевидны смыслы, замыслы, которые можно для себя вынести. Также хочется отметить, что в слове «страна» присутствует древнерусский прокорень «ра». «Ра» встречается во многих русских словах, а мы порой не замечаем. И означает он свет истины, божественный чистый свет. Ну, например, слово «радуга». «Радуга» — дуга чистого света после дождя. И «ра» присутствует в слове «страна». А это значит, что страна — это то пространство, где есть свет истины. Просто его надо туда либо принести, либо от него наполнится. Но я за то, чтобы приносить в пространство, в котором мы живем, где у нас есть определенные обязанности, как мы недавно выяснили, приносить туда «ра». Это наша с вами задача как осознанных людей. Ну и, конечно же, стоит отметить, что слово «страна» женского рода. «Страна» — это женщина. Сразу же вспоминается русская народная поговорка про слово «страна». «Одна у тебя мать, одна и страна». На Руси всегда страна, родина ассоциировались с матерью. Образ родина-мать крепко засел в сердцах и душах наших с вами соотечественников. И это, дорогие друзья, не случайно. Любите свою страну как родную мать. Потому что в широком смысле так оно и есть на самом деле. Посмотрев на это определение слова «страна», можно сказать, Юр, ну, толкование и толкование, разбор слова, ну, что тут такого «страна» и «страна». Но, дорогие друзья, русский язык тем и велик, что в каждом слове, в каждой букве есть определенный замысел, и ничего просто так не бывает. И этот разбор слова «страна» по славянской буквице хорош тем, что он наталкивает на определенные размышления. «Страна» — это пространство, где не просто ты живешь, да, место жительства твое, а у тебя есть обязанности нести слово твердое для своих азов, потомков, то есть для своих детей, внуков и так далее. Ты должен оставлять определенное наследие своих же предков, передавать далее. То есть «страна» — это пространство для родных людей, где вам нужно реализовываться, да. Потому что мы привыкли к таким словам, как «страна», «город» и так далее. Ну, относиться, ну, место жительства, да, «геолокация», там, как у нас сейчас в телефонах. «Моя страна», «мой город» и так далее. А наши предки относились к этому совершенно по-другому. Поэтому я с большой радостью снял для вас этот ролик, чтобы донести эти смыслы, замыслы через буквенные образы славянской буквицы. А также, дорогие друзья, если вы хотите помочь каналу «Осознанка», то закажите разбор своего имени и фамилии по славянской буквице. Сделать это можно очень просто. Напишите мне на почту осознанкособакамail.ru, в теме письма укажите «Хочу разбор фамилии», я вам вышлю обратные условия, и уже дальше я для вас разберу ваше имя и фамилию по славянской буквице. Я уже многим подписчикам канала сделал такой разбор, и, надеюсь, многим помог. Стоит это 900 рублей, не так много, но вы поможете в развитии нашего с вами проекта. А также напишите, какие еще слова разобрать на нашем канале. Встретимся через неделю в 13.15. Зрите в корень. Продолжение следует... Продолжение следует...